Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Я пережила две операции после перелома ноги. Задыхаюсь, боюсь все время. Спать не могу. Что мне делать? Лично я думаю, что есть два основных ключевых, если хотите. Фактор в этой ситуации. Первый фактор заключается в том, что вы сломали ногу. Я думаю, что, ну, как бы, спорить с тем, что все люди ломают ноги, да, не будет никто. Я думаю, что, если так вышло, что вы сломали ногу и у вас вот такая, ну, такая реакция на это, ну, как бы, появилась. То, я думаю, что это не просто так. Так, вот. То есть, я думаю серьезно, что это не просто так. Я думаю, что, ну, вот, в смысле, в смысле того, что ваша реакция, она, скорее всего, была уже до этой ситуации. То есть, какая-то подготовленность была, ну, вот, к тому, чтобы так отреагировать на это. И я не думаю, что это случайно. Поэтому, для начала, то, что мне кажется, то, что мне кажется важным, это отделить, вот, как-то отделить, да, то, что вы сломали ногу и то, что вы, значит, чувствуете страх и так далее. Я думаю, что, я думаю, что, я думаю, что, как-то вот смешивать их, ну, воедино, воедино, да, наверное, не стоит. Потому что, это означало бы, что мы мешаем все в кучу. Конечно, перелом и любая, ну, любая физическая травма, это неприятно. Конечно, перелом и, ну, какое-то ограничение в подвижности, в движениях, вот, в чем-то таком, это всегда неприятно, это понятно. И, понятно, что радоваться здесь, ну, нечему, это тоже нормально, тоже, в принципе, очевидно, вот. Но, то, что вы это восприняли именно так, говорит о том, что проблемы были и до. Ну, это какая-то повышенная тревожность, это неуверенность в себе, это страхи те же самые и так далее. Вот, и я думаю, что, естественно, получение травмы, вами, сыграло роль в том плане хотя бы, что это усилилось. Это понятно, что это усилилось, усилилось, но усиление не является причиной. Поэтому, вот, то, что я могу порекомендовать вам прямо сейчас, да, это вот, как раз, такой момент, чтобы вы обратились немножечко, вот, в свое прошлое и посмотрели. Что там было, вот, посмотрели, как там было, чтобы вы посмотрели, не было ли у вас там, ну, вот, каких-то проявлений того, что сейчас происходит. Естественно, не в такой форме. То есть, естественно, форма сто процентов, сто процентов формы другая. Это понятно. Это понятно, что форма, она другая. Вот, но тем не менее, тем не менее, вот, очень, очень важно, чтобы вы увидели это и заметили. Вам самой будет проще, вы не будете хотя бы, хотя бы, вы не будете связывать одно с другим, как это делаете вы сейчас. Дальше. Значит, я не говорю, что всегда, вот, но я говорю, что очень часто такая появляется история, вот, что страхи, которые есть у человека, ну, в данном случае, в данном случае, то, что мы видим, по вашему описанию, вот, это, в общем-то, какие-то неотреагированные чувства. Например, вы не получили поддержки, вот, от тех людей, которые хотели получить. Да? То есть, вот, ну, например, там у вас были, значит, ну, какие-то желания, да? Вот. И, соответственно, соответственно, они остались не выражены. Ну, вот, нужно постараться понять, что конкретно у вас не выражено, да? Я думаю, что вы, вот, ну, вот, с таким столкнулись. Вот, я думаю, что вряд ли это будет прямо очень сложно, вот, особенно если, ну, если мы всерьез этим займемся, да? Вот, я думаю, что все это решится, я думаю, что все это можно будет скорректировать и, ну, и поправить. Вот, я думаю, так, я не думаю, что, ну, что-то, что-то, вот, знаете, такое, здесь у вас прям такие уж критические, критические, да? Вот, настолько, что прям вам нужно бежать, там, к, ну, не знаю, к врачам, да, и так далее. Хотя, конечно, у вас может быть свое мнение, на этот счет я не собираюсь себя как-то, вот, ну, оспаривать, да? Не собираюсь говорить о том, что это все фигня, то, что с вами происходит и прочее. Конечно, конечно, ну, вас это беспокоит, беспокоит. Ну, а давайте все-таки как-то постараемся, ну, ну, не преувеличивать вот то, что с вами сейчас происходит. Давайте постараемся, постараемся не преувеличивать вот это. Вот. А, значит, ну, что еще хочется, что еще хочется сказать? Еще хочется сказать, что вы не говорите ничего конкретного, на самом деле, вообще. Вот. Вот. То есть, ну, вот именно, именно конкретного вы ничего не говорите. Что вас беспокоит, как вас беспокоит, почему вас беспокоит, непонятно. То есть все это остается все это как-то вот за бортом. Вот. Вот. Почему вам тяжело, чего вы боитесь, чего вы боитесь и так далее. А, честно говоря, честно говоря, я думаю, что, ну, проблема здесь, на мой взгляд, заключается в том, что вы, ну, как-то вот не можете переносить, если вот так можно сказать, да? Вы не можете переносить беспомощность. Вот я думаю, я думаю так. Вы не можете переносить беспомощность. Ну, соответственно, что ж. А, не все могут переносить, переносить беспомощность. Я думаю, что это действительно очень мучает. Наоборот, если вы, если вы были воспитаны в такой среде, среде, где говорилось, что нужно, нужно быть сильной, да? Там, нужно быть, ну, скажем так, нужно быть всегда, там, на коне, да, и прочее, прочее, то, ну, я, в общем, не удивлен. Я, в общем, не удивлен тому, что вы описываете здесь, да, вот. Поэтому, поэтому я и говорю, что наша задача в том, исключается, чтобы помочь вам. Ну, научиться переносить беспомощность, не бояться, не бояться слабости, вот. Говорить об этом, проживать это, вот. Ровно, ровно столько, сколько, ну, сколько нуля, вот. Лично я думаю, что, что вы сейчас, значит, ну, вы сейчас сталкиваетесь с тем, что ваше психоэмоциональное такое состояние нуждается в переходе на новый качественный уровень, вот. Когда уже не будет, вот, в таком, ну, в таком ключе, да, в таком смысле, речь идти о только лишь силе, вот. Я думаю, что вы просто столкнулись в какой-то степени, значит, с переоценкой ценностей, ну, своих ценностей. И вам необходимо, ну, и вам сложно, потому что эти ценности вам, ну, непривычно. Они для вас непривычны, эти ценности, вот. И отсюда, собственно, вот такая реакция ваша, отсюда такое восприятие этого, если хотите, как чего-то, ну, чего-то такого вот страшного, нежелательного, может быть даже болезненного, вот. И так далее. Ну, я думаю, я думаю, что если дать вам возможность этот момент прожить, да, помочь вам прожить эти, ну, попроживать эти моменты, да, то я думаю, в принципе, что все у вас будет, ну, гораздо лучше, чем, чем, чем сейчас, вот. Ну, я думаю, я думаю, я думаю, я думаю, я думаю, так, думаю, так. Вот, конечно, конечно, определенная помощь, да, вам нужна, само собой, и... Вы большая молодец, что обратились за этой помощью, вот. Но, в общем-то, ваше, ваше обращение, вот, это только первый шаг такой, вот. Первый шаг к движению к этой, ну, к этой цели, вот. И, соответственно, следующим шагом, пожалуй, можно назвать выбор, ну, выбор эксперт, да, выбор психолога, вот. И, собственно говоря, начало, начало психотерапии, вот. Я думаю, так можно вам сказать и ответить прямо сейчас, прямо сейчас, вот. И я повторюсь, что вы, ну, вы большая молодец, что обратились за помощью, вы большая молодец, молодец, что перестали как-то вот оттягивать, да, то есть, в смысле, сейчас вы, по сути, там, сталкиваетесь, сталкиваетесь с тем, что самостоятельно с этой ситуацией справиться не получать, не получается. Ну, значит, значит, мы можем вам помочь, вот. Я думаю, как-то так можно вам ответить. Вот. Я надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно, вот. Вот. Я желаю вам всего самого доброго, вот. Удачи. И я, ну, ну, действительно, надеюсь на то, что вы не будете затягивать, вот, ну, с обращением. Вот. Я, ну, действительно, надеюсь, что вы обратитесь за помощью, вот, и начнете работу по улучшению своей жизни, да, по преданию своей жизни. А, красок, света и прочее. Вот. А, забыл, кстати, забыл сказать еще, вот, такой момент, что очень может быть, что ваша реакция на, вот, ну, на, то, что произошло, связано с тем, что у вас недостаточно интересов, вот. То есть, если бы у вас были интересы, если бы у вас было много интересов, которые вы могли бы реализовать, вот, я думаю, что не было бы, такой проблемы, вот, я думаю, что вам было бы легче, я думаю, что не воспринимали бы вы так, скажем, ну, критично, да, вот. А то, что с вами произошло, вот, потому что то, что произошло, да, с вами, в принципе, может, на мой взгляд, случиться с кем угодно, вот. И то, что вы, по-видимому, с этим не согласны, вот, то, что вы, по-видимому, считаете, что может быть и должно быть по-другому, вот, это, конечно, вызывает у меня определенный вопрос, вот, на который, я думаю, вместе с вами мы, вот, обязательно найдем ответ, вот. Я думаю, так. На этом все. Желаю вам всего самого доброго. Обращайтесь, не затягивайте сцены обращения, вот, потому что, ну, какое-то вот продолжительное, да, затягивание, пребывание в этом состоянии. Только лишь усложнит ваш выход из него. Субтитры сделал DimaTorzok